всем привет это фрагмент трека москва севастополь фрагмент большого видео москва севастополь значит ночевка в славянске в прошлом видео москва симферополь этот участок проехал был пройден в темное время и плюс ко всему был дождь то есть ничего не было видно но на этот раз решил от славянска на кубани и до пока вот будет тянуться трек это краткое видео ускорено в два раза с целью показать тем кто собирается поездку на крым просто ознакомиться с маршрутом с инфраструктурой ну и с обстановкой на трассе было намерение проехать если прошлый раз пользовался государственным паромом в этот раз решил решили использовать коммерческий ну там видно будет на треке как приехал потом вернулся назад там отговорили цена одинаковая но коммерческие ходят очень редко и мало кто им пользуется поэтому мы вернулись опять государственному парому оформились и продолжили путь весь путь сегодня рассказывать не буду просто посмотрите фрагмент фрагмент этого большого видео напомню что повторю вернее что а вот сейчас эти вернулся назад на треке вот и стал оформляться на государственный паром времени это заняло очень мало меньше наверное пяти минут это регистрация автомобиля и приобретение билета очередь тоже была очень короткая быстрая погрузка на паром 20 с небольшим минут может быть 25 минут и мы были уже в керчи ну что происходило на пароме там видео посмотрите интересные моменты есть вот при переправляюсь на пароме вот мы уже в крыму далее проезжаю керчь проезжаем керчь очень красивые пейзажи вот очень красивая картинка море все это но межсезонье не очень гораздо интереснее на мой взгляд это в весну летом и осенью когда зеленая трава или желтая трава вот осенью листья тогда гораздо на мой взгляд красивее далее на видео вы увидите что идет интенсивное строительство трассы которая соединит керчь вот строящийся мост с аркой соединит с симферополем и до севастополя картинка будет видео ускорено в два раза для удобства просмотра ну а те кто пожелает посмотреть в реальном времени с оригинальной аудио сопровождением то на видео дорог 2 это буду это будет размещено значит ночевку повторюсь было в городе славянск на кубани за магазином пятерочка бесплатная стоянка очень тихо спокойно чистенько асфальт оставила очень хорошее впечатление себе ночевка вот рвот видите пошел дождь но это настроение не испортила бензин значит по цене скажу так самые дорогие заправки в россии это лукоиловские на лукоиле 42 бензин стоил 41 60 или 41 70 чуть ли не 42 рубля вот ну а на тнк на других заправках что-то 38 39 рублей просто это имеете виду к сведению бензин ничем не отличается на лукоиле не качеством ничем от других заправок известных брендов температура положительная если в москве было что-то минус 14 минус 15 по моему сейчас уже не помню то вот славянске на кубани это было плюс 8 градусов ночью пошел дождь но асфальт это не грунтовая дорога город понравился не знаю трудно объяснить чем но каким-то непонятным спокойствием что ли для доброжелательности славянск на кубани рекомендую если будет не этот потребность необходимость можете остановиться прямо на трассе стоит автомагазин пятерочка стрелка с буквой п стоянка можете заезжать и останавливаться на ночь бесплатно вполне нормальные комфортные условия если конечно у вас с собой провиант дорога значит 11 по одной полосе в каждую сторону вблизи города достаточное количество магазинов всевозможных развалов предлагают самые различные услуги асфальт асфальтом но видно вот так слякоть на дороге поэтому приходится держать какую-то дистанцию ну здесь должен сказать что тоже есть вот эти вот гонщики или как их еще назвать шумахеры одним словом далее по трассе вы увидите но соблюдая дистанцию выдерживая скорость скоростной режим проблем у вас не будет сейчас постараюсь вспомнить от славянска на кубани до порта кавказ морфу морпорт морской порт примерно 160 километров ну пасмурную погоду скорость невысокая но все в пределах нормы кто хочет быстрее пожалуйста условия дорожные позволяет это сделать как наверно уже обратили внимание по сравнению с другими регионами и но если будете смотреть полное видео на втором аккаунте видео дорог 2 оно будет без ускорения и с оригинальным аудио то вы увидите что в москве стартовали снег мороз мороз назвать с натяжкой ну холодно было снег не таял в морозе с такой небольшой то вот в краснодарском крае и вот сейчас вы можете наблюдать что по краям трава зеленая трава конечно картинка будет более красочной более впечатляющей в солнечную погоду ну и в летнее или осеннее время когда деревья зеленые или осенью когда уже пожелтели покраснели сейчас вот меж сезонье поэтому картинка вот не такая вот красочная как она того заслуживает сейчас пытаюсь вспомнить какие-то особенности но времени прошло мало сегодня вернулся сегодня это сейчас посмотрю 10 февраля и оперативно стараюсь разместить вот именно этот на мой взгляд интересный участок это пересечение на пароме через керченский пролив ну и решил немножко сделать запас видео как запас немножко раньше начать чтобы могли ориентироваться пространстве ориентироваться во времени при планировании своего при планировании своей поездки своего маршрута затариваться продуктами питания если в этом есть необходимость напитками ну вот можно городах которые попадаются которые находятся на трассе цены там конечно такие же приблизительно как и в москве ну наверное есть смысл покупать на трассе потому что там хлеб например более свежий молочная продукция и так далее картинка достаточно унылая погода дождь моросит слякоть но асфальт не очень чистый поэтому летящее в голубовое стекло от впереди идущего автомобиля тут это слякоть она конечно картинку немножко помню то сейчас заеду на заправку тут цена 39 по моему с копейками кстати бензина в крыму достаточно дорогой ниже 41 рубля 69 копеек я не видел так здесь заправляться не стал потому что привезли доставили топлива и шел процесс сдача топлива было закрыта сказали там 20-30 минут нужно подождать пока сольет бензин из цистерны но я решил не ждать и потому что знаю по трассе еще много достаточно много будет заправок конечно при при необходимости при при желании можете взять с собой канистры с бензином но в ростовской области бы тоже не рекомендовал там тоже что-то 39 40 за 40 рублей а вот в краснодарском крае там бензин подешевле хорошая дорожная разметка дорожные знаки указатели вся необходимая информация на дороге она легко читаема понятно претензий особых нет и много раздражает вот этот медленно идущий транспорт они там зерно возят фуры вот такие тихоходы собирают за собой хвосты приличные обгонять тоже в таких условиях небезопасно возможности возможно вероятность аквапланирования поэтому нужно быть предельно внимательным но это первая серия фрагмента а вот как приезжал как прибыли на стоянку за магазином пятерочкой вот приехали в темное время уже было совсем темно и поэтому картинка там уже вот концовка на вот в темноте но опять таки это для тех кто собирается в поездку и хотел бы посмотреть разные варианты в светлое время вот пожалуйста в темное время но это в полном видео полном видео о маршруте москва севастополь вот это можно будет хорошо с этим ознакомиться но это уже фрагмент видео о маршруте москва севастополя опять таки вот до тут решил немножко больше захватить вот расстояние 160 км до морпорта кавказ ну и там еще за керчь отъехал в самом начале видео это трек вот этого 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 фрагмента трек не полный именно фрагмент ну а те повторю кто желает посмотреть его в реальном времени без ускорения то это будет чуть позже постепенно дождь сходит на нет морозь такая небольшая заранее скажу что прибыл прибыли морпорт кавказ уже было солнечно уже была сухая дорога но это вот остатки мелкого дождя я бы те кто отправляется в такие поездки отдыхать в крым соберется поехать ну можно было бы посоветовать приобрести радиостанцию чтобы иметь возможность общаться с водителями больших грузов много интересной полезной информации можно у них узнать например где остановиться на ночевку где хорошие надежные стоянки они этой информацией владеют ну а также могут подсказать путь если кто заблудился так что радиостанция не будет лишней на мой взгляд ну такая вот четкая замечательная разметка на всем протяжении пути дороги вот например от славянска на на кубани я бы поставил оценку 4 с плюсом дорога дорожное полотно достаточно ровное но местами конечно попадаются там какая-то колейность может быть щербинка на дороге но этим грешат и трасса федерального значения даже федеральная трасса М4 имейте ввиду если кто еще не ехал что местами встречается колейность и достаточно серьезная и колейность и лужи и выщербленные куски асфальта на трассе М4 Дон даже на платных участках но чем хорош платный участок платная дорога тем что там можно вызвать эвакуатор там аварийного комиссара какую-то помощь могут оказать вот как бы вот это чувство защищенности что ли если так можно сказать что там есть возможность кому обратиться на трассе дождаться помощи просто от проходящих автомобилей ну это даже не знаю как сказать вот но это маловероятно вот так вот потому что приезжают водители в основном эксплуатанты которые только ездят ремонтом автомобилей не занимаются вот здесь на заправке я и заправился это ТНК вот как это собственной персоной красавец заправился заправились выпили кофе ну и тронулись дальше это ведущий и ночевал ночевали в автомобиле ну спальный мешок покупал его на алипабе если его собрать он занимает очень мало времени мало места и практически практически не занимает места там размерами две трети футбольного мяча вот таких такой примерно комочек но довольно таки хорошо себя зарекомендовал очень теплый такой мягкий непродуваемый при выключенном двигателе можно спокойно спать в автомобиле при размещении полного видео при обработке полного видео пока не знаю или москва симферополь или москва севастополь я размещу короткое видео там буквально несколько минут меня просили заснять тот процесс переброски видео с видеорегистратора на внешний жесткий диск ну и вообще показать ту обстановку что творится в салоне автомобиля ну там провода кабель ну и так далее с какими-то комментариями покажу это видео у меня стоит вот сейчас съемка идет на видео на видеорегистратор data cam 6 там стоит две карты памяти по 128 гигабайт каждая ухватает одной карты памяти примерно чтобы не соврать но более-менее тысячи часов на 12 одной камеры непрерывной съемки одной карты хватает на примерно 12 часов там две карты на автоматический видеорегистратор начинает писать на вторую камеру если одна камера одна карта заполнена то есть практически сутки можно писать на две на не не меняя и не сбрасывая видео не сбрасывая видео на внешний диск там есть там есть разные настройки можно чуть загрубить настройку видео но тоже качество очень высокое будет но там уже запись будет не 12 часов а 16 часов это отличного качества очень хорошего качества но там может быть еще больше я нигде не экспериментировал ну вот что сказал то что сказал кстати на видео вот от москвы до ставрополя от москвы до севастополя было несколько аварий довольно таки серьезных но при размещении видео и если я эти моменты вспомню увижу я их буду там в замедленном в замедленном виде их обрабатывать я бы еще хотел подсказать и обратить ваше внимание на то что чем опасно но это не федеральная трасса чем опасны такие дороги то что рядом поля сельскохозяйственная техника трактора там что-то еще а выезжая с поля на трассу тащу за собой куски глины которые ровным слоем покрывает асфальт и возникает очень высокая опасность улететь с трассы почему они не моют колеса перед тем как выйти на трассу я не знаю это нужно этим гаишникам может быть руководству там края на это обратить внимание что сельскохозяйственная техника выезжая на трассу тащи за собой большие куски глины потом едешь может быть 100 может быть 200 метров и от впереди идущего автомобиля тебе в лобовое стекло летят или кусочки глины или камни мелкие кто там кричал движение проходит ровномерно тихо спокойно размеренно кто любит спокойную тихую езду одно удовольствие можно было бы и быстрее двигаться но впереди клятся грузовик приходится пристраиваться за ним подстраиваться под него ну конечно вот скорость около 40 конечно она раздражает есть такие понятливые профессионалы они видят что скапливается хвост уходит на почву страсса останавливается пропускает колонну дальше продолжает двигаться в своем режиме в своем ритме но таких водителей немного к сожалению он сидит уцепился за баранку и дальше капота своего автомобиля ничего не видит несмотря на то что зеркала есть вот видите автомобиль пошел на обгон и этот включил левый поворот то есть совершенно зеркалами не пользуются для чего они ему я не знаю кстати вот большие грузы в основном я имею ввиду дальнобойщики фуры и часто помогают маленьким машинкам тем что он сидит высоко далеко ему видно вот и если трасса свободно нету встречки он правым поворотником мигнет пару раз то есть как бы говоря трасса встречка свободно встречек нет может свободно обгонять вот обогнав такой автомобиль в обязательном порядке вот нужно мигнуть ему пару раз поблагодарить за участие что ли просто знак уважение вежливость на дороге очень большое значение имеет огромное просто это и настроение это и безопасность безопасность вот в данном случае здесь сами все видите время пути было затрачено значит и стартовали в москве нет я пропустил вот мигнул правой фары стартовали в москве из москвы вернее старт москве где-то часов в 11 дня утра и на первом привале это павловский по моему на трассе ну там я уже буду более подробно что ли говорить там реальные реальные ауди но буду может быть добавлять что-то за ночевали там было пройдено не помню километров 600 или 700 но для межсезонья это очень неплохое расстояние местами асфальт подлатали ну да за дорогой следят но вот в этой причине что какие-то латки появляются почему вот это щербинки ущербуется дорога почему такие участки трудно объяснить нарушение технологии или еще что почему дорога не может быть идеально ровно идеально гладко обязательно где-нибудь или колея или просадка или яма в населенном пункте скорость ограничена 60 км в час но вы это знаете и без меня очень приятно ехать по дороге вот по такой дороге где деревья вдоль трассы наверное летом когда зелень все это но это вот это вот предположение но я думаю что я не ошибаюсь связь устойчивая у меня мегафон в основном пользуюсь мегафон устойчивая связь и белая но я даю предпочтение мегафона потому что на мой взгляд самый лучший оператор в России это он у него покрытие очень хорошее начиная от мурманской заканчивая там якутскому Владивостоком от Нижневартовска до Сочи я предпочитаю пользоваться мегафоном но и как резерв что ли как запаску с собой таскаю вторую камеру это Билайн но наверное от Билайна тоже буду отказываться деньги снимают это трафик интернета очень дорогой очень мало понимаю брали бы они деньги за скорость интернет это понятно а за объем ну там еще лимитами 2 4 гигабайта ребята что такое 4 2 гигабайта даже 6 гигабайт вот ну они сами не понимают что этим только отпугивает от себя клиентов клиентов какое время выбирать для движения утром днем ночью я советовать не берусь у каждого свой стиль звезды своя манера свой темперамент свой пафос мое дело предложить показать а там уже как сами решите так и будет название думаю сами прочитали название города имею ввиду населенного пункта ну вот таким образом примерно проходит движение достаточное количество ну как достаточно вполне нормальное количество населенных пунктов вот возвращаться проехавший населенный пункт думаю не стоит но по пути будет обязательно что-то новое не хуже может даже и лучше интенсивность ну вот сейчас населенный пункт я сейчас не помню даже какой-то город ну сами по названию посмотрите интенсивность движения вот сегодня я имею ввиду то что на картинке пятница вот интенсивность движения не очень высокая я бы не назвал очень плотная ну невысокая средней средней плотности в поселках в городах маленьких еще да а на трассе там гораздо свободнее единственное вот не то что беда да беда вот то что летущиеся автомобили собирают за собой целый хвост и мозгов не хватает просто пропустить колонну скапливается 10 15 20 автомобилей вот сюда бы гаишников вот здесь им нужно заниматься не поборами на трассе кстати ростовская область на мой взгляд лидер наверное в россии по поборам на дорогах не помощь оказать не а вот именно как то на этом заработать так это разве заработок не заработок даже язык не поворачивается назвать вот эти поборы с заработком когда будет порядок в ростовской области краснодарском крае я не знаю дороге что я сказал моя оценка моя субъективная это на 4 с плюсом пятерку она не заслуживает несмотря на то что дорога гладкая ровная хорошая но местами вот эти полбала она теряет постепенно на горизонте вроде бы светлеет начинает светлеть но это о том что в районе морского порта там все более менее ясно в смысле чисто на небе общее впечатление от поездки ну я совершил вторая поездка в крым за две недели даже меньше чем за две недели но скажем так я еще не определился люди мне понравились доброжелательные отношения очень хорошие вот цены конечно там задраны цены близкие пенсии порой и выше чем в москве дисбаланс при том что зарплата в москве конечно повыше чем вот в регионах даже пенсия но постепенно вот просто в этот видео по мере размещения я буду комментировать какие-то комментарии какие-то свои мысли высказывать в привязке к какому-то конкретному району или конкретному месту говорить сейчас за всю трассу не хочу разговаривал в крыму в севастополе по-моему да в севастополе вот был ли снег в этом году мне сказали что был два или три дня и растаял поэтому как-то удивительно удивительно да не удивительно неожиданно было увидеть необычно увидеть вот в феврале месяце зеленую траву еще рукой потрогал живая или нет температура по-моему плюс восемь сейчас не могу вспомнить я там в оригинальном аудиосопровождении я об этом говорю какая температура и так далее практически нет да не практически а нет дорожной торговли ну я имею ввиду чтобы стояли развалы какие-то столы там автомобили как например в ростовской области на каждом шагу вдоль трассы стоят газели там какие-то автобусы легковушки продают сгущенку мед там какие-то вот такие продукты очень много спиртных напитков предлагают с казахстана с других мест качество гарантирует вот вот а вот здесь ну ну да в вороне господи в краснодарском крае этого поменьше а вот на этом участке вообще нет чтобы кто-то стоял и торговал в ростовской не только вот молочной продукции спиртными там и рыба и сельхозпродукции имеется ввиду там что там может быть яблоки какие-то морковь ну и так далее и так далее овощи фрукты соленая вяленая копченая какая хочешь рыба ну и так далее и так далее и так далее и в общем деньги были выброшены на ветер. Кстати, опять поделюсь печальным опытом. При выполнении маршрута Москва-Симферополь в Воронежской области купил под названием что-то восточная кухня, что ли, эти пирожки с картошкой, пирожки с мясом. И уже отъехав, стал кушать их, смотрю, картошки практически нет, они как будто бы кисточкой взяли внутри и так вот промазали картофельным пюре. Неужели картошку не могли положить там картофельную? И то же самое с мясом. Рис, какая-то соленая масса, похожая, чем-то отдаленно напоминающая мясо. Попробовал и выбросил. То есть покупать в магазинах, в придорожных магазинах у лиц я никому бы не советовал. Временами во время движения я поворачиваю камеру в сторону, увидев какой-то, на мой взгляд, замечательный объект. Слегка поворачиваю камеру, чтобы вы могли рассмотреть. Можете остановить этот кадр более детально, посмотреть на картинку. В основном это будет уже в Крыму. Там буду камеру разворачивать и в сторону моря, и в сторону гор. Довольно-таки красивые, даже несмотря на межсезонья, очень красивые пейзажи. Продолжение следует... Продолжение следует...